Добус-наурман, санаторий – это все механизмы развития, потому что не вкладывая в развитие инфраструктуры, никакого развития туризма не получится. Бурное обсуждение стратегии развития Покачей 2036 началось год назад. Тогда проводились форсайт-сессии рабочей группы, где каждый житель мог высказать свои предложения и рассказать о своем видении будущего города. Отдельно собирали общественность, молодежь, бизнес-сообщество. Теперь работа над документом вышла на финишную прямую. Проект вынесли на публичные слушания. Миссия города – это создание динамично развивающейся конкурентоспособной экономики и формирование благоприятной среды жизнедеятельности для нынешних и будущих жителей города. Определена стратегическая цель – повышение качества жизни населения, ускорение темпов экономического роста и технологического развития. В стратегии изложены и целевые ориентиры до 2050 года. Так прогнозируется рост населения до 20 тысяч человек. Планируется развитие инвестиционного потенциала. В перспективный портфель вошли организации детского развлекательного центра с кружками робототехники и кванториумом. Создание торфоперерабатывающего комбината по производству экологически чистых удобрений. А еще в задумках устройства экопарка – открытие комбината переработки дикоросов. Воплощение идей предполагается как при инерционном, так и инновационном сценариях развития. Мы, естественно, ориентируемся на инновационный, но для этого должны быть соблюдены ряд условий, в том числе и социально-экономическая ситуация, и в России, и в мире, и так далее. Там очень много характеристик. Конечно, хотелось бы ориентироваться на инновационный путь развития. Драйвером движения вперед обозначено развитие транспортной логистики. Это касается автодорог Покачи-Коголым, Покачи-Лангипас, использования возможностей северо-сибирской железнодорожной магистрали. Присутствующие в зале общественности интересовали перспективы достижения целевых показателей. Например, удастся ли добиться увеличения числа жителей. Как заявили докладчики, в городе помимо естественного прироста населения есть также миграционный. Стратегия становится тем ориентиром, на основании которого строится каждодневная работа. По сути, это основа. И дальше разрабатывается еще ряд стратегических документов, которые уже непосредственно реализуются в муниципалитете. Так называемые муниципальные программы в данном случае, как бы в нашем случае, это муниципальные программы. То есть, каждая муниципальная программа направлена на реализацию и на достижение тех показателей, которые установлены в стратегии путем реализации тех или иных основных мероприятий. После публикации документ должен пройти еще согласование в прокуратуре, после чего будет вынесен на обсуждение Городской думы. Окончательное слово депутаты должны сказать еще до ухода на летние каникулы. Ирина Гончарова, Михаил Адвахов. Наши города.